Ребята, всем большой привет от Вадюхи, от Ксюхи, от меня. У нас сегодня влог начинается с того, что мы выезжаем в деревню. Сейчас мы заедем к мужу, завезем обед и выезжаем в деревню, так как бабулечка у нас лежит в больнице. Огород надо поливать, поэтому мы всей нашей дружной компанией... Да, дождика нет, пасмурно, но дождика нет. Но даже если дождик, все равно там огуречки полить бабушка попросила, то-то, то-то. И мы подумали, что одним днем поедем сегодня с ночевкой, завтра до часу будет вода, там у них с утра до часу, и потом с пяти до вечера вода. Вот, польем огород, с ребятишками побудем на свежем воздухе, и завтра после обеда уже вернемся в Саратов. В общем, берем вас сегодня, как всегда, с собой. И снимем влог. Ксюшка заливает нам водичку, вымыватель, чтобы по трассе мы ехали, если вдруг дождик будет, да? Нет, я не крышку поливаю. Помощница моя. Это омывательный бачок. Так, теперь закрывай сеточку. Это? Да. А теперь крышечкой закручивай. А мне грязно? Ну, ты сейчас пойдешь помоешь ручки. До конца надо закрутить. Вообще правой рукой бы удобнее, наверное. Давай я подержу. Вот. Так, надави на нее немного. Так, умница. А теперь налей вот сюда водички иди. Нам в дорогу. На, вот тебе крышечку. Да, нам в дорогу, давай. Сейчас возьму пакет. Это у меня такой походный пакет с теплыми вещами. Мы ездим, когда на участок. Я здесь беру костюмчики. На всякий случай олимпийки детям. Сейчас надо взять, кстати, мне костюм в деревню. И хотела показать. Нам привезли сетки, дочь. Смотри. Ровненькие, хорошие сеточки. Супер. На окна. Вот, которые я вчера говорила. Сеток не хватает, потому что на заводе они сломались. Ксюша, ты не домыла руку. Иди, помой хорошо ручку. Нет, мы поедем не на этой машине. Так, я возьму вот это. И вот пауэрбэнк мне еще нужен. Держи водичку. Клади иди в ту машину. Везут. Да. А это я сейчас возьму. Валек будет сегодня делать машину эту. У него пришли запчасти. Какие-то, не знаю, умничать не буду. Что-то там под капотом. Задние колодки, по-моему, задние. Ходовка. Задняя ходовка. Вот, сын знает лучше мамки, что надо делать. Вот, в общем, сегодня, завтра будет разбирать эту машину. И менять все, в общем, все как надо делать. Нету по трассе. Осталось еще прям немного. Минут пятнадцать и мы уже будем в деревне. Подъезжаем к Красноармейску. Дорога отличная. Трасса хорошая. Машин практически нет. Поэтому доехали практически до пункта назначения. Все, подъехали к КПМ. Поворот на Красноармейск. И сейчас проверим, как обычно, кто сколько кушал. Потому что будем проходить сейчас весовой контроль. Ты много кушал сегодня? Я нет. Нет? А, Вадим в наушниках, он не слышит. Ну нет, я шучу, конечно. Это грузовые машины проходят. Грузовой контроль. Так, готовы, дети? Раз, два, три. Взвесились. Ура, мы прошли весовой контроль. Смотрите, какие гусятки дорогу переходят. Гуси-гуси, га-га-га. Теперь видите. Ой, как много их, да? Все, мы на месте. Заехали в местный магазинчик. Да, какая тут милашка-собачка. Заехали в местный магазинчик. Купить себе вкусняшек каких-нибудь. Нет. Кружинка. Кружинка. А, радуга? Да. Еду, еду по деревне. Смотрю, какие-то дети идут. Не знаете, что это за дети? В кабриолете. Здравствуйте. Не подскажете, как там доехать до центральной улицы? Прямо и направо. Да, спасибо. Как вам погодка? Жарко. Как вас зовут? Вадима. Вадим? Вот не первый поворот, а второй. В общем, решили пешку. Ксее, не надо возле машины бежать. Решили они пешочком, в общем, добежать. Догоняй, догоняй. Взяли себе мороженое и говорят, мам, а что мы сейчас вот в машине испачкаем что-нибудь? Можно мы пешком дойдем? Я говорю, да, конечно, можно. Почему нет? Деревня, конечно, класс. Обожаю. Летом, да и зимой люблю приезжать. Свежий воздух, тишина такая. Кстати, я к бабушке приезжала в больницу. Я говорю, бабуль, ну, мы едем, там пробки, машина. Она такая, так шумно. Она говорит, я, говорит, в центр пойду, там оплатить какие-нибудь платежки. И говорит, смотрю, раз машина проехала по деревне, два. Думаю, да что же они разъездились? Я говорю, вот, а в городе. Никогда не бывает, чтобы машин не было. Так непривычно. Обычно бабулечка выходит, говорит, привет. Слушайте, цветочков сколько тут растет, много. Сейчас мы посмотрим объем работы. Что нам нужно полить? Бабушка мне уже дала ЦУ. Так, значит, вот эти цветочки полить. Так, дальше, значит, помидоры. Помидоры. Так, вот это обязательно полить. Это лист салата. Зелень. Это, наверное, чеснок, я так понимаю. Крыс, смотрите, черная смородина. Мы сегодня будем кушать черную смородинку. Какая она, наверное, вкусная. Ну-ка мы сейчас ее... М-м-м, какая кисленькая. Клубники полно. Клубничку пособираем сегодня. Кстати, вот тут вот, это что, огурцы или баклажаны? Или кабачки? Наверное, огурцы, что ли. Тоже надо полить. Ксень, можно собирать клубнику, только давайте переоденемся сначала, какой быстро добежали. А еще черная смородина, она чуть кислая. Чеснок не помнить и по грядкам не ходить. Так, в общем, вот это полить. А еще... Бабуля сказала, у забора за яблони что-то растет. Помидор, что ли. Вот здесь она что-то еще посадила. Вроде бы все. Вот это вот поливаем. Разделители тут у бабушки. Картошечка. Зеленушечка, Вадюшечка. Все тут. Ксюш, 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 ты сначала покушай. Ой, а надо белье, наверное, снять. Бабуля повесила. Что нет? Нет малины, да? Ну все. Надо бабушке снять вот эти вещи. Они сухие, они намоклись. Вчера был небольшой дождик. Пускай еще подсохнет. И снимем. Что у вас? Я взяла, чтобы переодеваться. Сейчас найдем. Мороженое съешь, Ксюш, потом прыгай, хорошо? В общем, история такая. Вадим снял гипс. Расскажи нам, пожалуйста. Были мы, значит, на водоеме. На водопое, на водоеме. В общем, ездили мы на Волгу. И Вадим намочил гипс, снял его. И сказал, что у него все хорошо. Ничего, мы не будем больше ставить гипс. Мы решили. Ходят, но единственное, только меньше бегать, ходить. И предельно осторожно. Синяк прошел. Опухоль спала. Вот, конечно, сейчас в комментариях будете нас ругать, что так нельзя. Но Вадим сказал, что так можно. Вот, в общем, 27-го пойдем к врачу. Я надеюсь, что там уже все срослось. Вадим шесть дней ходил в гипсе. Так я сгибаю, все нормально. Ну да, ну ты максимально, пожалуйста, аккуратно с пальцем, ладно? Вот, поэтому не ругайте нас в комментариях. Не ругайтесь на нас. Надеюсь, что все будет хорошо. Кашляю. Калитку надо закрыть. Так, первый фронт работы. Бабуля, ты будешь смотреть это видео. Вот тебе видеоотчет, как Вадюха сейчас с Ксюшей будут помогать поливать цветочки. Цветы, кстати, надо поливать каждый день. Хватит, хватит, хватит. Только смотри, не облейся. Так, пойдем. Первое, что нужно полить обязательно, это вот эти цветочки. В каждую клумбочку. Аккуратно, Лея, не сильно. Ага, пониже ведерко надо опускать. Вот. В каждую клумбочку надо полить по одному ведерку воды. Не в одно место, а в разное. Вообще так не льют. Надо вниз под землю лить, чтобы не размывать землю. Вот. Давай-давай, доволивай полностью его. Вот. Вот, молодец. А бабушка как здорово придумала. Видишь, чтобы ей тоже тяжело не было носить воду. Она здесь рядышком поставила контейнеры такие. Сейчас Ксюшка еще придет на помощь. Ксюша, идешь цветочки поливать? А вон еще я вижу цветочки, его тоже надо полить. Награду это будем собирать клубничку. Да, награду клубничка чуть позже. Вот два мне ум, две мне ум. Да поливай, поливай. Там еще работы много, всем хватит. Вот эти вот надо цветочки тоже полить. Ты мимо видишь, Льеш? Смотри, смотри, мимо, Льеш. Шоколадку убирай. Нет, положи пока ее, дочь. Мы сейчас будем кушать, дочь. Положи, пожалуйста, шоколадку. Вон туда положи, где очки Вадюшкины. И пойдем поливать цветы. Сначала работа, мы сейчас должны устать, потратить энергию. Кстати, у Ксюши Вадюхин костюм. Она доросла до Вадькиного костюма. Очень здорово тебе смотрится. Бери маленькое ведерко. А есть чуть больше, вон желтенькое, смотри. Нет, она наоборот. Да? Ну все, бери и поливай. Ну какова красота. Вниз нужно, вниз. Наклоняй, не обливайся. Вот, умница. Умница. Ой, какие помощники. Давайте я вас оставлю пока, бабушка, в больнице, а вы тут поживете. Да? Давайте? Будете за огородом следить. Сейчас еще жуков пойдем колорадских собирать. Ой, это моя любимая. Я не знаю, есть они, правда, нет? Да, да, да. Или именно так. Вот здесь набирай. Ну а пока детки там поливают, я хочу бабушке навести порядок. Вообще у нее порядок. У нее всегда чисто. Всегда дома все убрано, все по местам. Но у бабушки ручки уже не те, поэтому мы сейчас будем отмывать вот этот вот жир. Такой фронт работы у меня. Я периодически приезжаю, все мою, отмываю. Все равно, видите, где-то засалилось. Вот. В общем, вот эти штуки сейчас будем все чистить. Здесь вот микроволновочку я сейчас помою. Здесь все вытру. Вытряхну вот эти салфеточки бабушкина. В общем, наведу порядочек. Я уже привозила средства. Это, кстати, светофори. Сейчас, кстати, они не продаются. Классный крем. Если у кого-то есть, обязательно обратите на него внимание. Стоит он вообще копейки, 30 с чем-то рублей, но очень эффективный. Похож на Pima Luxe, но в жидком виде. Вот. Дальше. Антижир. Вообще бомба. Пушка. Эти средства классно работают. Это я покупала в фикс прайсе. Работают отлично. Ну и, конечно же, где-то у бабушки есть бренд фри. Это мне нужно будет там пятна отмыть. А где он? Я даже не знаю. Где-то вот тут, наверное, бабуля стоит. В общем, сейчас посмотрим. Pima Luxe. Может быть, вот здесь в контейнере. В общем, сейчас будем смотреть. Все можно помыть. Зеркало. Всем привет. Я не помыла голову, поэтому я в кепке. Ну, в принципе, у меня голова-то не грязная. Просто шухер на голове. Вот. Поэтому сейчас вот здесь помоем, полочки вытрем. Бабушка приедет, скажет, ой, как здорово, молодцы. Вот. Будем начинать работать. О, кстати, вот все щеточки. Я сейчас в магазин заехала, щетки искала. Вот тут сейчас возьму щетки. Губки. Все, что мне будет нужно. В общем, все я залила, запшикала моющим средством. В итоге, кстати, не вот этим средством, а я нашла. Это, мне кажется, Кристина привозила. Вот такой жироудалитель. Классная штука. Есть еще в белом флаконе. Вообще, ну, как бы для кастрюль, для вот эмалированных поверхностей. Вот микроволновочку я немножечко затерла, запшикала. И даем поработать моющему средству минут 15-20. Но, кстати, сейчас хочу показать результат. Конечно же, обязательно работать в перчатках, потому что это очень такое термоядерное средство. Хочу вам показать. Вот жиринки. Смотрите. Тык. И уже ничего нет. Представляете? Смотрите, как классно работает. То есть, вот это вот застойные пятна жира, которые уже давнишние, да, которые засаленные такие. Смотрите, как классно. Ну, нет, надо все-таки еще, чтобы поработало. Ну, вот, например. Все, жира нет. Хоп-хоп. И так же с плитой. Я говорю, вот так визуально вроде бы чисто. Но, когда поднимаешь все эти штуки, я хочу, чтобы у бабули было прям чисто-чистое. Вот. Тоже. Хоп-хоп-хоп. Видите? Нет жиринок. Поэтому. Так, сейчас я одену одну перчатку. Не хочу я трогать это средство. Сейчас, секундочку. Вот. Берем просто средство, где я там потерла. Вот так вот наносим. Все. Вот здесь вот еще чуть-чуть забрызгаю. Потом все мы это дело уберем. Вот здесь вот главное, чтобы не капало. Вот так вот натрем немножечко. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Вот. По сути, вот смотрите. Видите, как оно работает? Просто идеально белое. Супер-классно. Так. Все. А это уже пускай здесь поработает. И потом уже просто буду смывать чистой тряпочкой. Кстати, здесь вот еще можно тоже затереть. Так. В принципе, если приложить усилие, можно и оттереть этой теркой. Но я хочу, чтобы было все просто и легко. Вот. Вот так. А с той стороны бабуля, видите, как делает? Кладет фольгу, и плита всегда чистая. Просто периодически меняет фольгу. Убираюсь, убираюсь на кухне. Слышу. Мам! Мам! Дети там лазят, собирают. Малин. Что, нашли ягодки? Одна. Ну, здорово. Сейчас вам дам тарелочки. Пойдете клубнику собирать. Мы уже наелись. А, вы уже наелись. Прям с грядки. Ну, классно. Вот эти вот цветочки бабушки, наверное, надо еще полить фиалочки. Мам, что ты ее полила? Она чистая была. Ну, здорово. Молодцы. Она снизу будет. Ну, что, плита уже чистая. Просто идеально чистая. Ни одной жириночки. Все я отмыла. Здесь все чистенько, там чистенько. Также вот эту часть помыла. Закрыла плиту. Помыла здесь. Помыла здесь. Настолько, конечно, стена уже старая, что ее тереть долго нельзя. Много. Мне кажется, это вот даже я сделала. Но ничего, зато все идеально чистое. Никакого жира. Все хорошо. Вот эти части я тоже помыла у бабули. Вот здесь помыла. По максимуму помыла вот эту штуку. Здесь уже вот эти капельки. Вообще, вот если их тереть, они прям с краской стираются. Поэтому я так запшикала тоже все. Протерла аккуратненько. Внизу помыла. В общем, визуально все чисто. И сейчас буду... А, также микроволновку помыла с этой стороны. Сейчас еще протру ее внутри. Посмотрю, как там обстоят дела. В принципе, бабушка, она все равно протирает это все. Поэтому здесь не сильно много работы. Так, микроволновка чистая. Здесь уже она как будто бы вот поцарапанная, наверное, щеточкой терли. Дальше сейчас буду мыть вот эту зону. И хочу помыть тарелочку. Она, в принципе, чистая. Но тоже, видите, застарелый жир, который нужно отмыть. Брендфри, кстати, я не нашла у бабушки. Ну да ладно. Сейчас используюсь, наверное, вот этим антижиром. Можно просто залить. И жир начнет отходить. Вот эта вот штука от микроволновки тоже требует работы небольшой. Ну и вот здесь вот сейчас тоже порядочек на виду. Все поставлю на свои места. И все. Так, столешница тоже. Сто лет ей мы еще жили, когда с родителями. Я еще была маленькая. Эта кухня, мне кажется, оттуда. Вот. И вот это вот уже как будто бы пригорело, что ли. Ну ничего. Главное, что все чисто. По максимуму отмыла вот эти провода все. От микроволновки. От плиты. Вот это, по-моему, от плиты. А вот это от микроволновки. Вот. Теперь пусть все подсушится. Потому что я влажные тряпочки там протирала. По максимуму, что смогла, отмыла. Вот. Главное, что визуально все чистенько. Я поставила сейчас чайник. Все-таки я нашла бренд фри. Хочу отмыть бабушке вот эти все штуки. Здесь она хранит соду, лавровый лист. Здесь, наверное, чай был. В общем, вот эту я сейчас сполоснула. Здесь сода была. Но все равно, видите, все в жиру. Поэтому я сейчас хочу это все просто залить бренд фри. Вот. У бабушки немножко осталось. Поставила уже чайник. И сейчас также сюда положу чашечки. Ну, вот этот стакан, в принципе, чистый. Хотя тоже можно положить. В общем, сейчас займусь вот этим, чтобы все было чистенько. А еще я у бабушки сделала изменения. Положила вот такие циновки. Это, наверное, Кристина привозила. До этого была старенькая. Где она? Вот лежит. Вся потертая какая-то. Мне кажется, вот так будет намного симпатичнее. Надеюсь, бабушка меня не поругает. Вот. Здесь смотрится здорово. Сейчас здесь также все отмою, поставлю. Будет красиво и аккуратно. Пока не забыла. Сейчас полью у бабули фиалки. Она сказала, прям немножечко надо их полить. Чтобы водичка не застаивалась. Так. Пока чайник кипятится. А то я же могу забыть. У меня же памяти нет. Готово. Так. Ну и вот этот кактус тоже, наверное, немножко польем. Так. Оп. На кактус вообще, по-моему, много не надо. Еще чуть-чуть, прям по капельечке нальем. Прям совсем-совсем малость. Так. И вот тут. Все. Готово. Мы садимся кушать. Бабушка сделала щи. Приготовила. Приготовила. Это мне. Да. Это тебе. Это мне. Ну смотри, хочешь вот побольше есть. Погуще точнее. Всем, кто кушает, мы желаем приятного аппетита. Так. Колбаска, овощи, хлебушек. Если хотите, колбаску с хлебушком. Приятного аппетита всем, кто кушает. Мы садимся. Кушать вкуснейшие щи бабушкины. Ну, между обедом и ужином у нас что-то типа такого. Да. И потом я буду уже доделывать все свои дела. Здесь вот я тоже перемыла все ложки, тяжкие вот эти вот штуки все перемыла. Щи прокипятила. Бабушка сказала прокипятить щи, и потом остынут, убрать их обратно в холодильник. И тут по мелочи мне еще осталось убрать, домыть вот эти все штуки. Вот, ножи, кстати, я положила в бренд-фри. Они были все жирные. И сейчас просто нужно сполоснуть. Смотрите, все. Вот здесь вот были жиринки в этих штуках. Я подумала, что надо просто взять какой-нибудь стакан. Вот у бабушки нашла вот такой какой-то 1589 надпись. Вот. И все, все отмылось. Сейчас все это останется просто промыть водой. А я пока сяду покушать. Все, порядочек я навела. Я думаю, бабушке будет приятно. Все чистенько, аккуратненько. Все уже остыли. Сейчас уберу в холодильник. Здесь тоже все помыла, все отмыла. Вот эти вот все брызги летят. Тоже вот жиринки какие-то все отмыла. Все сделала, как было у бабушки. Потому что бабушке наверняка важно, чтобы все лежало так, как ей нужно. Вот. И сейчас решила приступить к холодильнику. Пока время еще есть. Сейчас помою холодильник. Сняла все магнитики. Это наклеечки у бабушки. И сейчас тоже помою ей вот эти полочки. Также все положу, как было. Ну, в основном тут у бабушки все солености. Всякие вот чеснок, специи. Какие-то лекарства и так далее. Сейчас все выну. Просто вот пыль, так скажем, протру. Вот это вот все соберу, чтобы было все чистенько. Пока я тут разбираю холодильник. Полочки вытираю. Пришли мои птенчики. Ой, Вадь, как некрасиво. В общем, вафельки у них тут, конфетки. Супер. Вкусного? У меня колечко. Колечко-колечко у меня привелись. Собираемся мы спать. Представляете? А тут какой-то жук ползет. Мы сейчас откроем окно и его выпустим на улицу. Как он заполз вообще? Смотрите, какой он здоровый. Это он на камере. Ксения, принеси мне перчатку черную там на кухне. Сейчас мы его, в общем, отпустим. Это какой жук-то вообще, напишите. Я даже не знаю, что это за жучок такой. Надо же, Вася. Давай. Сейчас мы окно откроем. Опля. О, я его держу. Ксения, открой окно. Я открою. Давай. Открывай. Дети, уже зубы пошли чистить. Ксюша говорит, пьяный. А, там сетка. Тогда пошли на улицу выкидывать его. Пойдем. Так, в общем, мы идем на улицу. Надо свет включить. А, свет включен. Надо не забыть выключить еще его. Открывай потихонечку дверь. И мы его сейчас выпустим. Может быть, через... Через крышу, что ли, заполз. Непонятно. Ой, он шевелится. Давай подальше вот сюда его куда-нибудь. Ой, кошаны здесь бегают. Все, жучок, ползи. Блин, его надо перевернуть, да? Ну-ка. Все. Ползи, лети. И больше домой к нам не заходи. Такой маленький, кажется. Че это за жук-то, Ксюх? Босиком. Давай, давай, беги. Мам, дремя. Почему? Потому что это. Потом видео посмотришь, что это, и прям подремится. А как я сказала? Я не помню. Давай, беги. Больше не заходи. Так, все. Выключаем свет. Давайте чистим зубки. И собираемся спать. Успокойся. Всем успокоить. Все, я помыла холодильник. Все полочки бабушки помыла. Здесь тоже протерла полочки. Немного холодильник. Вот эти вот все я сняла полки. Тоже перемыла. И так же, как было, поставила обратно все лекарства бабулины. Специи, соуса. Все, тоже пойду сейчас спать. Время уже 11 час, поэтому пора ложиться. Все, самое главное, все чисто. Без всяких там жириночек, без всего. Где-то около часа у меня ушло, да. То, чтобы помыть холодильник. ATT ПЛОВИТЕКТОВ КАНЕЦЕСЬ ДИНАМИЧЕСЬ